Так, мы пришли сегодня в Центр науки Коперника посмотреть, что такое там, по идее, какие-то научные штуки, еще не знаем, не разбирались. Сегодня какие-то там проходят, как это называется, мероприятия, пикники научные, непонятно, что такое. Все распроданы билеты, классно. Всем привет. Мы сегодня решили сгонять в научный центр Коперник, в который уже пытались где-то две недели назад сходить, но не было билетов. Сейчас купили их заранее и пойдем туда где-то через два часа. Так как два часа где-то надо пробыть, мы взяли с собой ноут и, соответственно, еще поработать надо, то мы пойдем вот в это вот большое зеленое здание, это университетская библиотека, у которой есть много всяких примечательностей. Во-первых, это крыша, по которой можно ходить. Мы сейчас, наверное, сверху сначала походим, а потом уже внутри посмотрим, как она выглядит и можно ли там сидеть и работать. Здесь на самом деле прям такой понтовенький район, в котором находятся суперсовременные красивые новые дома и улочки. В общем, все для людей и вот ездит много туристов, которые наверняка, кстати, в центр Коперник кто-то едут, потому что он там находится. Ну а вот само здание библиотеки, блин, тоже классно, сделано из меди, уже все патины покрылось и довольно такой старинный вид получается. Хотя наверняка здание, ну не слишком уж много лет. Здесь с другой стороны находится второй как бы вход в библиотеку, главный с той стороны и подъемная парковка. Ну и около парковки, в общем, это задний дворик такой. Здесь прям парк разбит. Можно, соответственно, тут спокойно отдыхать, на пикник приходить, просто сидеть, читать, заниматься своими делами, размышлять. Дальше здесь протекает маленький самодельный ручеек. Самодельный, потому что, собственно, он не настоящий, а его тут сделали по-тупому, объяснил. Короче, и самая главная достопримечательность, это вот вход на крышу, так оформлен. То есть это вот само здание библиотеки, мы уже находимся на уровне где-то второго этажа. А это вход прямо на самую крышу. Оформлен весь в зелени, плюс вот такие вот стекающие потоки воды. Сейчас пойдем наверх. Ну вот, поднялись. Здесь первым делом такой большой-большой купол из зелени и купол из стекол, который, если приглядеться, видно библиотеку. Ну и вот такой вот, в принципе, как это сказать, оформленный садик. На крыше библиотеки под нами люди сидят, читают, занимаются. А здесь вот можно подняться и гулять. Напротив вот как раз понтовые дома. И здесь есть несколько точек, как вон там вот люди стоят. Это точки, соответственно, видовые. Там вот далекий виднеется как раз рельеф телового центра города. Это около вокзала стоит много-много-много многоэтажек этих. Так, а здесь вот был переход, в прошлый раз тоже закрыт. И сейчас его все еще не открыли. Ладно, сейчас пойдем вокруг, чуть-чуть обернемся. И еще есть одно место по той стороне туда пройти. Вот здесь можно посмотреть окно как раз вот внизу библиотека, как проходит. Ну это одно из помещений, естественно. Ну а здесь уже такой более плоский, более плоская крыша, меньше таких посадок кустистых, либо деревьев. Деревьев просто вот такой вот небольшой скверик разбит. Ну и соответственно здесь тоже очень часто все фотографируются, потому что и высоко находишься. Вон речку видно, там где-то стадион, вон там вот поглядывает. И соответственно вот он парк, по которому я сейчас проходил. Так, велики нельзя, животные и курить. Но снимать можно. Тут прохладно, хорошо. Так, на входе стоит, забери, короче книжка мат, забери книжки. Видимо заказываешь, чтобы долго не ждать, и себя тогда кладут, и походу их получаешь. Но это видимо все-таки холл пока что, потому что тут сплошные какие-то магазины и кафешки. Вон Коста Кофе, а вот здесь уже видимо вход в библиотеку. Ну, антиквариат продает. Ну и внутрь видимо вход все-таки по пропускам, потому что там все подходят и сканируют свои бар-коды. Мы думали, что это публичная, а это оказалась университетская, публичная, другая библиотека, в которую мы обязательно еще сходим, покажем все под снеем. Да, небольшой облом, конечно, получился с библиотекой, то что не получилось там посидеть. Ну, ничего, в публичную сходим, посмотрим. А вот, собственно, сам центр Коперников, в который мы направляемся. И я перепутал время, нам сюда надо не через полчаса, а через полтора. Поэтому сейчас ищем какую-то кофейню. А вот уже какая-то вроде есть, где есть кондер. Ну, вроде посидели в кафешке. Блин, но все равно еще целых полчаса у Дианки ноут сел. А там особо зарядиться негде, мы на улице сидели. И сейчас где-то еще полчаса гулять. Так, ну, посмотрим там внизу, до того, как входить на саму выставку. Там есть что-то, есть что посмотреть, в общем. Так, мы вошли. Тут не обязательно было ровно в шесть. Вот, маятник висит. И судя по тому, что он подвешивает очень высоко, и вот так вращается вполне, возможно, это маятник Фуко, который должен вращаться от того, что земля вращается. Фуко? Да, маятник Фуко, я угадал. И он еще постепенно будет изменять свое тракторное движение, и, соответственно, какие-то из вот этих штук зацеплять, и они будут падать, как сейчас вот делается. Палочки бери и играй. А, из керамики, да? Да. А вон бутылки подвешены, деревяшки. Хотя, мне кажется, это не деревяшки. А может, и деревяшки. А из бутылок, я не знаю, как называется. В бутылках обычно наливается жидкость в виде масла, чтобы она как минимум испарялась, и чтобы как можно дольше бутылки сохраняли именно нужную ноту. Здесь типа целый стол с электрическими бонгами. Долбишь руками по вот этим резиновым штукам, и, соответственно, слушаешь звук. И слышно в каждых наушниках все, как долбят. Давай, сейчас звук этот воспроизведи. Тормуль. Так, дальше. Тут все какие-то музыкальные инструменты, но это, соответственно, скорее всего, одеваешь наушники, и слушаешь, как тут много людей подряд играют. Что тут? А, лапти. Шлепать, да, давай, шлепай. Слушай, так нечестно. Давай, ты носи в одной руке телефон этот. Я тоже хочу пошлепать. Слушай, так нечестно. Начинают вибрировать струны. При каком-то внизу, сзади будет велетешение, будут струны вибрировать. Вот. Собственно, это один из видов настройки гитары, когда у тебя нет тюнера, ты подносишь его к телевизору, и дергаешь первую струну, а дальше по первой струне уже можно настроиться. Это бас. Такой большой бас. Басовый Берингер тут есть. Давай, нажми на предпоследнюю пятку. Предпоследнюю. Ко мне. Сильно не надо? Понятно. Так, выбираем мелодию. А зачем вот сюда? Да, он вибрирует. А в тех же положениях, да, вибрирует? Ну, да, да, вибрирует. То есть? Да, 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 да. Просто подобное. Пока что непонятно. Ну, типа, да, он вот повторяет квадрат и тут же вибирует в отдельных местах, как вот здесь показывается. Так, всякие интерактивности с водой. Это крутится. Что ты крутишь? А, воду. Я воду вон накачиваю. Вон там сверху идут ручейки и крутится колесо. А это винт Архимеда, по-моему, он называется. По идее, его вот вращаешь и вода, если... Да, вон она, вода в нем задерживается. Довольно, если быстро вращаешь, она, соответственно... А я еще не еда... Вон, полилась. Поливает вон. Потихоньку. Трубы, из которых, видимо, в которых говорить надо. Нет? Многокальный конкурсион сайты. Мы спорим, зато он тут был за инструмент с палоком. Ну, и все равно это... Тут надо взять палочку и слушать. А я-то думал, что они все соединены, и из всех будет какая-то... Так, какая-то мыльная стена. Вдвоем потяните аккуратно за веревки. Что-то произойдет. Тяни сильнее в свою сторону. Надувается большой-большой пузырь. Давай-давай! Давай! Еще чуть-чуть. Слапываем. Это постоянно взлетающая ткань. Зачем-то ее дети берут. Ее же не надо брать. Тут и прикол, что вихрь и закручивает, и она постоянно только в нем вращается. Не падает куда-то отдельно. А что-то... Вот такой прототип Мерседеса я, кстати, видел. Но только я видел его на других колесах. Нет, с этими колесами, да. Кстати, я не знал, что в Варшаве он выставляется. Это, по-моему, Мерседес прототип что-то 2010-х годов. Вижн что-то какое-то, которым они определяли свое будущее введение Мерседесов. Но пока что они ему сильно не следуют. Но вообще прикольно. И сам этот, сам стенд тоже классный. Тут целый раздел посвящен науке и нейросетям. И вот, в принципе, какая-то модель нейросети на нейтронах. Входящие параметры. И должно... Ну вот, то есть рисуем тут что-то. Вот такую штуку. Старт. И теперь что-то на нейросети должно нас... Вот. Она должна... нарисовать нам, дать какой-то ответ в итоге, какую-то цифру. А цифру это чего, кстати? Четыре. Ах, понятно. Распознает цифры. Давайте посмотрим. Тогда нарисуем восьмерку. Старт. Ну вообще, на самом деле, это стандартные нейросети. Она просто так выглядит тут. Конечно, бомбезно, но такие написаны уже на многих языках, в том числе на джаваскрипте можно повторить, которые будут распознавать цифры. Это одна из самых стандартных. Так, я мало снимал тот павильон, где была куча экранов компьютерных, но там было не так уж интересно. Всего два этажа, да? 0,1, да? А, его синхронили с педалями. Понял. Интересно. Ну все, короче, мы закончили. Походили по всем этажам. Поначалу было прямо супер-супер, но потому что там надо было что-то вращать руками, делать и музыкальные инструменты. А потом начались химические, физические какие-то эффекты. Мне стало скучно. Я ходил, Диана поддерживал настроение. Мне то нашел. Но тебе понравилось? Да. Тут еще есть планетарий, и планетарий я точно не хочу. Дианка уже как-нибудь одна мне восходит. Да, всем здорова. Сегодня суббота. Какое число? 23 июля. И мы поехали за город. Тут какие-то лавандовые поля недалеко от Польши, от Варшавы 50 километров. Прочитали, как обычно, что-то в инстаграме. Решили съездить, посмотреть. Это такое небольшое, в принципе, местечко для пикников, для просто приехать вот так посмотреть. Плюс продается лаванда, у него всякие букетики, масла, меда и так далее. Ну, а вот сами поля. Наверное, конечно, они так и не выглядят, как на всяких там картинках из других европейских стран, но все равно интересно. Сейчас посмотрим, попробуем пару кадров каких-нибудь сделать интересных. Так, ну, а вот и сами поля. Вот так вот выглядят. Может быть, мы чуть-чуть рановато, конечно, приехали. Они еще не сильно такие прямо набухшие. А может быть, это и максимально их. Я, если честно, не знаю, в лаванде не разбираюсь. Но тут куча, конечно, бабочек. Плюс есть еще всякие разные фиговинки. Там вот беседка, в которой можно чаю попить, водичку, тут посидеть, пошататься. Она меня, наверное, не выдержит. Это качели. Вон просто посредине лавандового поля тоже стоит скамеечка. На ней тоже спокойно можно взять и посидеть. В общем, такое место для созерцания. Ну и вообще, вроде таких полей разных, в принципе, вокруг Варшавы три штуки. Мы уехали на самое дальнее, оно в 50 километрах находится, как я уже и говорил. Ближние, я думаю, что мы еще осмотрим. Может быть, завтра сканяем, может быть, другие выходные. Ну, в общем, просто интересно, как другие выглядят. Все надо посмотреть. Сейчас будем по лесу гулять, да? Давай. Ну, короче, что, мы в очередной раз лежали на пузе, на диване дома и думали, чем заняться. Взяли тачку, поехали отсмотреть окрестности Варшавы. Попали в населенный пункт, называется Констанчин-Юджерна. И здесь какой-то парк здоровья в центре прямо есть. И в нем какие-то что там, градинни или что-то солевые штуки. В общем, сейчас подойдем, посмотрим. Вообще, нам город очень понравился. Такой небольшой, но уютный. Где-то там даже богатые районы есть крутые дома. Да даже вот здесь вот они. И вот такой вот зеленый весь. Очень круто. Просто какая-то прям вырвиглазная зелень. Все супер зеленое. Такой вот уютненький мост. Тут, наверное, когда побольше воды что-то протекает, сейчас вообще какой-то... Нет, там даже нет ручейка. Показалось, что маленький-маленький. Нет, там мох. Вот. Вообще, если честно, вот такое ощущение, что вот если очень сильно облагородить сосновый бор в Новосибире, то примерно то же самое получится. Какая-то небольшая сцена. Ну, как небольшой, а нормальная такая прям. Сейчас вот просто музыка играет, потому что ничего не проходит. Но, видимо, когда мероприятия какие-то, то тут собираются люди, смотрят, сидят. Там вот, в принципе, чувак что-то ходит, подготавливает. Может быть, на сегодня что-то запланировано. Блин, тут даже шашлыки есть. Офигеть. Видела шашлыки? Ну, решили шашлык взять. Что там? Свининка 20 лоток, шашлык 20 лоток и колбаска 15. И в блюде плюс огуречек и какая-то печива. Ну, хлеб или булочка будет. Нашли где-то посредине прутик. Сейчас спустимся к воде. Здесь есть, конечно, обзорная площадка, но она в основном на камыш. А здесь подальше есть водичка. Такой пруд весь заросший, конечно. Ну, свою функцию, наверное, выполняет тут. Может, какие-нибудь утки прилетают и чуть-чуть от него прохладнее идет. А мы куда-то по тропинке пошли. Еще один прудик. Этот, ну, как, не сказать, что почище. Вода мутнейшая, но зато трясиной никакой не оброс. Пойдем сейчас вдоль него куда-то туда. Ну, вот, в общем, дошли. Это градирня. Собственно, она не выглядит как градирня в преимущественном понимании, но выполняет те же функции. По ней течет сверху вниз вода и выполняет какие-то функции. Это соленая градирня, и, соответственно, в ней какие-то оздоровительные штуки происходят, и хорошо дышать. В общем, надо подходить, либо садиться рядом, тут везде дышать, либо внутрь можно пройти, посмотреть, что происходит. Ну, в общем, сидеть и набираться здоровья. Осталось только найти, где тут вход. Люди не только на территории сидят, но и вокруг, потому что, ну, все-таки, как бы, от воды все эти полезности распространяются далековато. Вот тут лежат, приезжают на велосипедах, в общем, отдыхают, проводят досуг. Есть немножко информации, чего там содержится, и плюс цены. 13 лотых за обычный билет. Пока пока ваш билет, можно купить какую-нибудь соленую воду, либо соль в ванну, либо просто какие-то еще свинечки. Все, заходим. Ну, вот, в общем, так это выглядит, сверху капает, по каким-то веточкам тут все это распространяется, и, по идее, все очень сильно тут здоровьем пахнуть должно. Да, изнутри вот люди сидят, все дышат. Именно, если сказать про запах, тут нет никакого-то конкретного такого интересного. Допустим, как мы в душнике с друй заходили, там, где внутри также люди сидели и дышали солеными парами. Здесь обычно, хотя нет, чуть-чуть присутствует вот этот вот, как минералку открываешь, такое вот езда немного есть. Ну, вообще, здорово, наверное. Тут, в принципе, прикольно сидеть, и тем более ты еще при этом дышишь всяким полезным. Вот, распыляется. Все, выходим. Тут время, естественно, не ограничено, ничем. Ты можешь сидеть сколько угодно, но нам там скучно. Все, пойдем дальше смотреть, что тут еще в парке есть. Ну, мы дошли. Сейчас сзади нас парк уянсдовский, уянсдовский, уянсдовский. Что-то я не помню, как прочитать правильно. Сзади нас парк остался один, а мы продвигаемся вот впереди как раз тот, в котором мы шли. пока что это просто большой-большой парк. Хорошо, что холмистый какой-то, ну, он не унылый. Сейчас мы идем к какому-то дворцу на воде, сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Зайдем еще внутрь, посмотрим. На скульптуры. Вообще, это Королевский театр, Королевский галерея скульптур. Королевская. Короче, мы не поняли, где вход. Там дальше выход, а где вход, мы не поняли, и мы не пойдем внутрь. Надо обходить вот так вот. Не, я не пойду. Ты пойдешь? Мы посмотрим. Короче, у нас мелочь, еще с Грузией осталась, Ларе, мы думаем закинуть фонтан, чтобы вернуться сюда. В принципе, завтра сюда мы же вернемся. Но в любом случае, нам некуда их девать. Ларе, вот, я один Ларе возьму. Так, это же это, гроши, гроши. Вот это, эти тетри, по-моему. Нет, это тоже гроши. Все, все гроши. Блин. Ты же говорила, там куча Ларе. Ну, куча Ларе, да, просто все напоминности все. Вот они, это тоже гроши. Да, Ларе. Это 23. Ну, что, чтобы вернуться в Грузию? А можно и нет? Еще один фонтан. Еще избавляемся от Ларе. Тут лежат монетки. Вот просто там-то лежали, а здесь неохота, если их не кидают. Потому что никто не видит. Нет, я не вижу, да, давай не будем. Если увидим, то будем. Так, а здесь какой-то белый павильон. Что это? Непонятно. Пока не успел прочитать описание. Понятно. Залы всякие. Я не пойду. Ладно, все-таки пошел показать. Это непонятно. Но это покой столовой, это комната столовая. Камин. Там ели, видимо. Так, здесь что у нас? Это у нас... Это просто просьба. Что за комната? Непонятно. Видимо, ничего такого конкретного. Просто проходная. Вот это у нас спальня, кабинет и секретное место. Так, это у нас что? Это кабинет или секретное место? Это, похоже, уже спальня будет. Раз. Гардероб, шерма. Пока дойдешь до этой спальни, там в одной комнате разделся, в другой оделся, в третьей. Пойдешь, только до спальни. А все, мы сделали круг. Спальня, да, значит, где-то там была. Просто непонятно было, что это спальня. Да, но мы сейчас вон уже, видимо, подходим. Там деревья как-то реже. Видимо, там протекает река и как раз подходим к дворцу на воде. А здесь что-то прямо вообще народу куча стоит, очередище. Даже несколько очередей. А, это всего лишь еда. А мы думали, вот это здание какое-то. Хотя туда тоже, смотри, очередь-то стоит. Внутрь тоже. А, это тут. Все понятно. Короче, где видите много людей, там еда. Давай развернемся, наверное, нам надо по большой этой большой улице идти. Да, вот и сам дворец на воде находится, который... Ну, это такая площадка перед дворцом. Собственно, здесь фонтанчик. Сейчас проверим, есть ли там монетки, чтобы кинуть. А, вот так вот выглядит в принципе все остальное. а там, кстати, какая-то лодочка плавает. Тут есть монетки, я проверил. Давай на этот раз, чтобы вернуться во Вроцлав. Вот это нам точно хочется. Это солнечные часы. Ну, а сам дворец сильно большая очередь. Чего-то неохота. Мы не такие любители поставить в очередях. Вообще не любители. Вообще не любители. Ух ты, да. Здесь видок классный. А там далеко-далеко сидит Павел. Сейчас он орал-орал, а сейчас пристал. А, бандера, на спустя нам в огонь. А напротив вот такая вот штука. Я не знаю, Татаром называется или нет. Мы пришли к выводу с Дианой, что да. Как ты странный. А вот точно как не знаем. Не знаю. так, так, времени уже полшестого почти. Ну ладно, 15 минут штука. И мы уже постепенно выдвигаемся в сторону дома, но еще не прямо домой едем. Точнее, идем. А такой же путь пешком мы делаем обратно в центр. Там сядем в Тиджайке, поедим и домой. Идем обратно. Дианка уже вообще там ноет сзади. Говорит, что не может идти. А я еще так полубодрячком. Ну еще минут 20 наверное идти нам. А там чуть-чуть посидим. И через центр наверное домой пешком. Нет, наверное уже на трамвай доедем домой. Не пешком. Да, спустя какое-то время мы уже дошли обратно. Ну это не площадь, это Шарль-де-Голе кольцо. Все, мы на месте. КОНЕЦ 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 Короче время полпятого у нас под окнами решили починить асфальт. Я что-то и так не спал уже полночи и пошел прогуляться. Рассвет может поснимать. А тут прям под окнами это все говорит о нашей карме. Что-то мы сделали в этой жизни не то. У нас все время под окнами какие-то строительные работы происходят, куда бы мы ни переехали. Ну что, посмотрим на центр Варшавы в 6 утра. Никого! Уборочная машина в кофейню, в кофейню завозят. Ну всякие продукты и пустота. вообще так необычно. Ну я не скажу не сказал бы, что мы тут так часто бывали, сколько были тут толпы были людей. вообще пусто. Сейчас еще пойду пройдусь по самому старому городу. Ну это, конечно, интересно. подтверждение, что я все-таки встал рано. Сейчас короче, наверное, я не знаю точно, но скорее всего, самая центральная улица в старом городе, потому что она примыкает к рынку и как видно, тут вообще никого нет. Прикольно. Ну да, и на ней как раз вот этот костел большой. Ну что, подхожу к рынку. Нет, это стандартно, что в 6 утра, наверное, тут никого не бывает. Но непривычно видеть. В Ротслав он все равно казался типа городком поменьше и там тоже. То есть в такое время в центре никого нет, но это же столица, тут миллионы людей. Рыник абсолютно пустой. сейчас до Барбакана пройдем, еще посмотрим, что там. Еще сейчас утро свет, прикольный, фотки должны быть классные получиться. И сочетание и то, что не супер контрастный и сам цвет классный. Более синие тени и хайлайты они более рыжие. Да, вот Барбакан вообще никого нет. Сейчас должны нифиговые виды фоток назад получится как раз с этими деревьями классными и назад на главную эту улицу, потому что обычно тут все в людях, сейчас никого нет. нет. ка. Ой, красота, красота же должна получиться. Здесь тоже пустота. Ух ты, а там какой видок. Красота. Пойдем в ту сторону стен. Еще там ни разу не ходил. Здесь есть проход? О, поверху, а поверху не знаю, можно, нет. табличек не видно, но лучше по низу так-то пойду все равно. Все усыпано лепестками вот этого дерева. Так, а здесь в принципе наверное такая какая-то открытая площадка. На самом деле именно отсюда вид наверное меньше такой туристический, чем с противоположного берега. Вот там уже протекает весла, и с противоположного берега прикольно вот эти все здания маленькие домишки спускаются к реке. Ну а здесь обычный в принципе вид такой. Ну да, возвращаюсь обратно по второй улице параллельной. Тоже она очень популярная, но не в 6 утра. Пустота. Ну а я сейчас уже наверное все в принципе уже светло стало. Интересно конечно, но я наверное сейчас доеду на трамвае до старбаксе это в двух остановках от нас. Возьму кофе нам с Дианой и пешочком дойдут до того же. Блин, ну если честно гулял и гулял бы. Надо короче заставить Дианку сегодня лезть спать рано, часов в 10. Завтра проснуться так же часов в 5 и пойти. Единственное отстойное, все заведения открываются там кофейни часов в 10 наверное. даже если погуляют, то негде потом посидеть хоть чуть-чуть. Но я думаю это не преграда. А так вот газон около Творца поливают. Блин, мой трамвай нет. Да, надо бежать. Астарбакс переехал оттуда куда я собрался. Так что придется зайти в жабку купить там кофе. Всем привет. Тут короче KFC выкатила рекламу, что у них появился какой-то новый бургер. Какой-то секретный бургер, который доступен только по промокоду. И хотим его пойти попробовать, потому что он совсем какой-то необычный. Это будет такой необычный поход в KFC, потому что мы идем конкретно за бургером, а не просто так пожрать. Да, точно, она в первый вагон, потому что только тут продают билеты. Так, ну, чтобы получить этот бургер, надо ввести секретный код. Входы вводятся тут, мы вводим, и вот он появляется секретный бургер. Это типа секретный бургер Соединенных Штатов. Он с клубникой, кремом ореховым и солеными огурцами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok